Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Никита Зельцер. Я управляющий директор компании Caramba Media. Только мы кликать не будем. Я расскажу вам о нашей компании, которая образовалась два года назад. Да, звук нужен будет. Аккуратно. Стой, стой. Опасно. Которая образовалась два года назад, образовалась она совершенно необычным способом. Несколько человек, которые придумали Caramba, искали для одного своего промо-ролика какой-то контент, какого-то обзорщика, который бы смешно и весело обозревал видео и наткнулись на мальчика по имени Максим, который был в ВКонтакте. Он выкладывал свои видео ВКонтакте и делал пародию на Рэя Уильяма Джонсона, обозревал видеоролики. Тема моей презентации называется «Путь от видеоблога до медийной империи». Я расскажу вообще в принципе о том, почему видео является настолько мощным и настолько сильнейшим инструментом зарабатывания денег не только в интернете, но и во всей медиа среде. К сожалению, я знаю, что на украинском рынке видео на сегодняшний день это практически несуществующий рынок, но могу вас заверить, что эта же история примерно касается и России, точнее она касалась буквально два года назад, когда мы только пришли. Медийная видеореклама вообще не размещалась нигде. На YouTube размещалась очень плохо. Сейчас очень многие телевизионные бюджеты переходят в видео в интернете и вообще в видеомедиа. Поэтому имеет смысл обратить на это внимание, так как из всех существующих на сегодняшний день форматов контента видео является максимально глобальным. То есть только видео может глобально передавать информацию по всему миру. Это очень важно. Вот такое у меня маленькое облачко. И начну я непосредственно с эволюции видеоконтента, вообще как появился видеоконтент и как он эволюционировал, придя непосредственно и как он будет дальше развиваться и эволюционировать, придя к тому, к чему я расскажу чуть дальше. В общем, как вы знаете, все началось с того, что появился YouTube и люди стали выкладывать разные ролики, которые снимали на мобильный телефон в YouTube. И этих видео было очень много, они заполонили интернет. люди их выкладывали, 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 но практически не собирали просмотры и ничего не было. Но в какой-то момент стали выкристаллизовываться и появляться некие видеоролики, которые при помощи глобальной интернет-видеодистрибуции, которую, как мы знаем, называется YouTube, стали собирать огромное количество просмотров. И первым мы это называем, вообще мы это называем user-generated content, соответственно. И первым я просто сделал некую выборку из тех роликов, которые стали максимально вирусными и достигли большого количества просмотров в YouTube. Вот первое, скажем так, такое свойство, первый тип этих роликов – это юмористические видео, связанные с какими-то, ну, связанные со смехом, я не знаю, с юмором. А можно видео? Звук на видео? Это видеоролик, который собрал 24 миллиона просмотров. За две недели. Этот ролик стал самым… И был признан одним из самых смешных и самых вирусных видеороликов, кстати, 12-го года по версии компании CNN. Следующий UGC контент, который собирал и собирает и будет собирать огромное количество просмотров на YouTube, и будет действительно иметь очень сильный резонансный эффект – это видеоролики, связанные с политикой. Ну, я здесь решил показать российский референс, вы его знаете, он собрал больше 15 миллионов просмотров по всему миру. Это, ну, танцующий президент Дмитрий Медведев, который превратился в мем. Таких примеров очень много, эти примеры касаются и Америки, и Бразилии, и вообще всего чего угодно. То есть эти политические видеоролики вот такого UGC контента собирают огромное количество просмотров на YouTube по всему миру. Ну, я думаю, что все видели этот видеоролик. Следующие по популярности, а точнее вообще они все находятся на одном уровне – это видеоролики, которые касаются каких-то происшествий. То есть это связано с катастрофами, с природными явлениями, с неопознанными летающими объектами и так далее, и так далее. Я их просто обозвал как «Accidents». Этот видеоролик – это смерч торнадо в США, видеоролик, собравший 30 миллионов просмотров на YouTube за две недели. Опять-таки таких референсов очень много, я просто решил выбрать какие-то максимально просматриваемые за какое-то определенное количество времени, не просто для того, чтобы вам показать, что вот… Ну, понятно, да, это видео про то, как человек из автомобиля снимает, как двигается торнадо. Следующий вид UGC контента, который действительно тоже также собирает очень много-много просмотров – это вирусы. Самый такой вот на сегодняшний день понятный и актуальный вирус, который был вот буквально совсем недавно – это… Когда происходит некая эпидемия, и люди по всему миру начинают делать пародии. Это абсолютно стопроцентный видеовирус. Ну, все, я думаю, знают результаты вообще этого кейса. Это практически миллиард просмотров по всему миру со всех фейков, которые делали люди. Я не указал здесь еще несколько, ну, два именно формата видеоконтента, которые очень популярны в интернете. UGC – это кошечки, естественно, и еще один не совсем цензурный, как бы, вариант вирусного видеоконтента. Это все, что связано с натурой, скажем так. Ну, вы понимаете, я думаю, о чем я говорю. Вот, но это понятные вещи, и, как бы, об этом не стоит говорить, как мне кажется. Что произошло дальше? Видеоконтент развивался, UGC стало очень много, и стали появляться люди, которым было недостаточно просто брать, снимать видео на мобильный телефон. Люди захотели делиться с целевой аудиторией, вообще с аудиторией своими ощущениями, своими мыслями. То есть все знали прекрасно, уже тогда существовали блоги, обычные текстовые блоги. Инстаграма, по-моему, еще тогда точно не было. Инстаграм появился сильно позже. И стали появляться видеоблогеры. Первый видеоблог появился, первый полноценный видеоблог появился, по-моему, в 2006 году или в 2005 году. Это как раз считается точкой отчета развития видеоблогинга, как целого направления в видео. Характерные признаки видеоблога очень простые. Это, как правило, один человек, снимающий себя на одну камеру. Он сам снимает, сам монтирует, сам выставляет свет или не выставляет свет. За спиной у него вот такой вот фон, либо фона никакого нет. И, в общем, повальное увлечение видеоблогингом, оно было очень популярно, популярно. Оно до сих пор популярно, но при этом нужно заметить, что пользователи, я сейчас говорю об Америке, уже устают непосредственно от простой картинки, от простого видеоблога. И постепенно аудитория просит своих авторов, как мы их называем, своих видеоблогеров, делать что-то более сложное, более профессиональное, более интересное. И после этого начинает появляться и зарождаться новая история, которая называется интернет-телевидение. Интернет-телевидение – это развитие видеоблогов в какие-то понятные контентные программы. Программы, в которых уже присутствует не просто задник и один человек в кадре, а это программы, которые снимаются небольшими продакшн-тимами, состоящие из 4-5 человек. В эти продакшн-тимы входит оператор, режиссер, монтажер, сценарист и непосредственно ведущий. Такие продакшн-тимы могут производить в среднем контент хронометражем 5-6-7 минут. И при правильном построении логистики, при правильном выстраивании редакторской политики и редакторской всего, что там есть, я имею в виду контент, сценарий и так далее, можно снимать контент еженедельно и тратить на это не очень большие деньги. То есть заметно меньшие деньги, чем это делается на телевидении, при этом качество контента не сильно хуже, а очень даже часто за счет некой социализации, интерактивности, в которую вступает ведущий с пользователями, в том числе это сервисы, комментарии, лайки, дизлайки, то есть возможность влиять и взаимодействовать с автором, делает этот контент намного интереснее, намного охватнее. Я решил показать пару референсов того, что такое интернет-телевидение, которое делаем мы и не только мы. Первое – это шоу. Самое известное шоу на сегодняшний день, которое есть, и с которого началось интернет-телевидение, это тот самый Рэй Биллим Джонсон, который сначала делал это в формате видеоблога. Он сам себя снимал, он сам находил ролики, сам писал сценарии. Но в какой-то момент он заключил контракт с большой студией, которая называется Maker Studios. Это американская студия большая, которая на сегодняшний день насчитывает в своей партнерской сети больше 10 тысяч каналов на YouTube по всему миру. Это контент-агрегатор, который является первым. На одном уровне он находится вместе с другим контент-агрегатором, который называется Machinima. Что произошло? Рэй Биллим Джонсон подписал с ними контракт, у него появился продакшн-тим, у него появились авторы, сценаристы, у него появился продюсер, у него появился оператор, режиссер. Пост-продакшн, как вы видите, да? И это было такое некое начало развития интернет-телевидения, когда сам контент, он абсолютно ничем не отличается от профессионального телевизионного контента, за исключением только тем, что Рэй использовал видеоролики, снятые непонятно кем, да? То есть на основе UGC-контента производилось полноценное шоу. Ну вот вы видите, да? Следующая история, следующий референс – это инфотеймент программы. Инфотеймент, как вы знаете, это что-то связанное с информацией и с развлечением. То есть это актуальные программы, поданные неким таким развлекательным языком. Референс – наш проект. Всем привет, с вами Ника, это еще один выпуск «Картал Футбола», и сегодня в моем выпуске свет стоит как никогда прекрасно, за что огромное спасибо моему тезке за камерой. В общем, будем мы с вами разговаривать о Лиге Чемпионов, о двух площадочных матчах и кукиш с маслом. Я не скажу вам, кто сыграет в одной второй Лиге Чемпионов, потому что до жеребьевки не дотягиваю. Но я сделал некие предположения и угадал я или нет, будем знать вместе с вами. Где-то, по-моему, в пять, по-моему, вроде как тогда будет объявлено, кто же, с кем же. Также я прошу прощения у всех, у тех, кто ожидал выпуска после первых матчей. Мы его решили не делать только для того, чтобы не выглядеть как-то наполовину, что ли. Чтобы не рассказывать о футболе, как бы предвкушая следующую. По-моему, одна четвертая, одна вторая – это те моменты в футболе, когда нужно говорить уже о совокупности. Потому как ставки растут, стиль остается прежним. И говорить только об одном матче, не видя второй, как-то, как мне кажется, неправильно. И, по-моему, я оказался прав. Что, собственно говоря, и вылезет в тексте моем, который я буду произносить. В общем, сумбух. Какое-то доброе утро, добрый день, добрый вечер и доброй ночи. Я здороваюсь с каждым из вас. Здравствуйте. Начнем с матча, который все считали, будет одним из самых предсказуемых. Ну, вы видите, здесь есть графика. Я просто хотел домотать до того момента, когда появится полноценный контент футбольный. То есть это обзоры на основе футбольного контента, снятого на матче. Сейчас просто надо чуть-чуть подождать. В том, что PSG не даст никакого боя в Барселоне, отталкиваясь не от силы Барсы, которую она там продемонстрировала в матче с Мироном, а от проблем PSG. И одна из них, по-моему, одна из самых главных, это то, что французский чемпионат на данный момент. Хорошо. Давайте перейдем дальше. Следующая история – это вебизоды. Это сериальные мини-сериалы, которые снимаются для интернета. Здесь референс вот такой. Что это наш сериал? Это я. Хорошенько меня тогда приложили. А ведь начиналось все совсем по-другому. Я был простым клерком, но в один прекрасный день все изменилось. Ты уволен. И вот после двух недель безрезультатного поиска работы, мне на глаза попалось весьма занимательное объявление. Ну а через пару дней я нашел работу. Если бы я знал, к чему приведет знакомство с этим человеком... Привет! Я по поводу работы. Хорошо. Серия длится 6-8 минут. А правда, что после двух дней стажировки мне дадут бесплатную футболочку? Кто-нибудь может предположить, сколько стоит одна серия в производстве? Напомни свое имя. Пол. Чего? А полинарий. Нет. Меньше. Меньше. Ладно, где твоя тачка? Сколько? Больше. Тысячу. Тысячу долларов стоит одна серия. Надо кое-куда заехать. Кто-нибудь сможет снять такой контент за тысячу долларов? Ну, я вам скажу, что нет на самом деле, потому что нужно знать секреты. Но это не важно, да? Как бы я просто вам рассказываю о том, почему видео и почему мы такая классная компания. Потому что мы знаем много разных веселых секретов. Мы умеем заниматься производством, мы умеем производить и знаем, где это производить и так далее, и так далее. Следующий референс, а точнее не референс, а следующее движение, которое произошло с Карамбой, это очень необычная история. К нам стали приходить телеканалы и говорить, ребята, у вас такой классный контент, мы хотим, чтобы вы снимали для нас. У вас есть экспертиза, у вас есть площадки, у вас есть каналы на YouTube, у вас огромная аудитория, вы знаете, как производить хороший контент, который будет нравиться. Произведите что-нибудь для нас. Мы говорим, хорошо, окей. И мы произвели программы и производим их сейчас. И я покажу просто пару референсов тех программ на теле, которые мы производим. Ну, первое, вы ее знаете, это плюс 100500, она выходит на перцы, это STS Media Holding, телеканал Перец. Это программа в формате 24 минуты, выходит она каждую неделю, на сегодняшний день у этой программы рейтинг 5. Это рейтинг программы выше среднего по каналу, это первое место на канале Перец по рейтингу на сегодняшний день. И уже выходит 4 сезона, нам заказали 5 сезон, и я думаю, что будет еще и дальше 6. Ну, примерно все то же самое, только немножко больше, большее количество производства. Над этим проектом работает уже 10 сценаристов, идет постоянный съемочный процесс. Он не останавливается, и в общем, ну, как вы видите. Следующая история, это Картал Футбол на России 2. Эта программа выходит до сих пор, выходит она уже на протяжении одного года. И, ну, у этой программы доля 2. Доля, ну, я имею в виду рейтинг 2. Вот так это выглядит на России 2. Вы готовы к этому? Поехали. Почему Динамо не бежит? Наше расследование. Лига чемпионов против интернета. Много разных фичек, необычных, с графикой, с картинками, с какими-то необычными режиссерскими ходами. Постоянное движение, клиповый монтаж, динамика. Ну, я могу говорить об этом долго. Это целая технология, технологические вещи, как вы видите, подвижная съемка, динамическая, средний, крупный, практически отсутствие крупных планов, в основном средний и общий. Программа длится 13 минут, выходит каждую неделю. Следующая история. Кто-нибудь знает Андрея Рыбакина? Нет? Ну, неважно. Оп. Телеканал 2х2. Здравствуйте. С вами автошоу Андрея Рыбакина. Мы говорим о том, что мы и есть новое телевидение. Мы то самое новое телевидение, которого не было в России, потому что... Погнали. Закалился. Завтра проб. Телевидение было таргетировано на слишком взрослую аудиторию. И мы начали заниматься карамбой именно потому, что мы не могли найти среди всего обилия видеоконтента, который был на рынке, тот контент, который бы нравился нам сам, самим. И мы решили, что мы будем производить этот контент. И мы начали его производить. И дальше мы понравились не только нам самим, но мы и стали нравиться всему рынку. И рынок начал закупать у нас контент. Он стал с нами вместе экспериментировать. Сейчас у нас в пре-продакшене, точнее в продакшене, находятся еще три программы для федеральных каналов. То есть в общей сложности у нас будет порядка, это только в этом году, порядка пяти программ на федеральных каналах. Мы не являемся стартапом. Мы создали как бы сто пятьсот, но при этом сто пятьсот это одна пятая от того, что сейчас есть в нашей компании. Является ли видео действительно мощнейшим инструментом маркетинга и зарабатывания денег? Всем пока. С вами был Андрей Рабакин. Почему? Потому что мы имеем бюджеты не только интернет. Мы имеем бюджеты телека. А бюджеты телека, дамы и господа, это совсем другие бюджеты. Я думаю, вы это прекрасно понимаете. Следующая история – это видеомедиа. Это то, что будет происходить, и то, что сейчас уже постепенно происходит в Америке, и то, что на самом деле начинает происходить в России, когда структуры начинают развиваться вокруг контента, а не вокруг системы дистрибуции. Это означает, что есть некая группировка продюсеров, например, мы Карамбо Медиа, которая занимается производством дистрибуции ей и монетизацией видеоконтента. В этой цепочке, в том числе, ну, здесь это как бы показана система дистрибуции вообще, да? Мы дистрибуцируем контент в интернет, в социальные сети, на площадки партнеры YouTube, Карамбо – это просто наша площадка, да, и Рутюб, на какие-то другие целевые площадки, которые просто размещают наш контент, потому что мы умеем его производить, а им нужен контент. Мы дистрибуцируем наш контент на телевидение. Телевидение, как вы знаете, есть эфирное, есть кабельное, есть цифровое и есть смарт-TV. Я не показал здесь цифровое телевидение, потому что спутниковое, прошу прощения, потому что мы немножко не верим в спутниковое телевидение, но эфирное, кабельное мы работаем с ним и, собственно, туда мы тоже дистрибуцируем. Дальше это все, что касается мобайла. Про мобайл все понятно, три платформы, приложения, как угодно. И еще одна интересная штука, которую мы попробуем в этом году запустить, мы попробуем снять свое собственное кино. То есть мы привлечем полноценный киношный бюджет. Ну мы в процессе его привлечения, скажем так. Вот. Это статистика по нашим ресурсам. У нас порядка, на Карамбе порядка полутора миллионов уникальных пользователей ежемесячно. На ютюбе мы делаем порядка 70 миллионов просмотров ежемесячно. Здесь написано 26 каналов, сейчас у нас их уже 44. Подписчиков, ну у одного Адам Томас Морона подписчиков, у Макса я имею в виду на ютюбе, подписчиков 2 миллиона 700 тысяч человек. Это первый канал в Восточной Европе, который занимает первое место по количеству подписчиков в Восточной Европе. То есть это Польша, это даже, по-моему, и Франция в том числе, кстати. Англии нет, Англия выше и сильнее развита по видео, чем все остальные страны. Ну у нас есть группы, естественно, и так далее, и так далее. Вот так сейчас выглядит наш сайт. Ничего особенного, просто контентный сайт. И еще я хотел просто показать, как мы зарабатываем. Зарабатываем мы, конечно же, на рекламе и на производстве контента, ну и на производстве для телевидения. И я просто покажу несколько спецпроектов, которые мы сделали в интернете для двух больших компаний. КТВ, cooler than TV. Мы были asked to create a campaign for Klinskaya beer, but there was a problem. В России, алкоголь advertising was about to be banned from magazines, TV, and outdoor. Everyone was in a panic buying mass media before it went dark. But while everyone was spending above the line, we went online. Our audience was already there. Klinskaya is a beer for social people who like to have a laugh. So to talk to these folks, we didn't just promote the brand, we promoted the lifestyle around the brand. Karamba TV Russia is one of the largest Russian on-line entertainment producers. It gets 80 million reviews a month. Together, we co-created a new weekly on-line show called Klinические Wudoti, a play on words, which means... It's just a group of friends getting together to do random funny stunts. We aired it on our new online channel KTV and mashed it into Kontakte, Russia Facebook, so people could share, spread, and talk about the content. We also turned the corporate website into a free-play gaming portal and pushed playable minigames out through online display. In the first six weeks, the show had reached more than a million views, and the gaming portal had more than 80,000 unique visitors, who played more than happened. I'll show you the next case. It's a more clear case. It's a company Racket Binkiser, brand Clearasil. Vigil. S 2009-го года группа Clearasil VKontha служит основным каналом коммуникации бренда со своей аудиторией. Мы всегда преследовали две цели – построение репутации и повышение продаж. Но летом 2012-го года была поставлена новая амбициозная цель – выйти за пределы соцсети с большой яркой активацией, привлечь новую аудиторию и заставить весь интернет говорить о бренде. Всем привет! С вами Кулар. Вы знаете, что такое видеоблогинг? Это когда можно засветить свое лицо перед камерой и собрать тысячу миллионов лайков. Круто, да? А почему в России так мало видеоблогеров? Да потому что большинство не знает, чего интересному в эту камеру сказать или просто стесняются показать свое лицо. Мы решили поставить на уши весь интернет, дать каждому реальный шанс стать крутым видеоблогером вместе с Клиросил. Монстры видеоблогинга объединились для того, чтобы обучить каждого тонкостям своей профессии. Но только один избранный, тот, кто блестяще пройдет все испытания, станет частью звездной команды Карамва ТВ. Восемь уроков о том, как найти свой образ и выбрать тему. Написать интересный сценарий, снять и смонтировать клевый ролик, правильно показать себя, свести с ума своих зрителей и самому не сойти с ума от славы. Но как бы теперь рассказать об Академии всех? Просто рассказать об Академии всем? Мы запустили масштабную медиакомпанию на ведущих площадках страны. После каждого урока студенты получали домашние задания. Выполняли их хорошо или так себе, но всегда получали оценки и комментарии экспертов. Приступая к написанию сценария, держите основную мысль у тебя в голове, чтобы не уйти в дебре и написать то, что вы задумали. Нет, нет, нет. Из ванной вылезаю расплавленный красный. Четко. Тру, чисто по-братски. А теперь немного нулей. А, нет, много нулей. Очень много нулей. Мы вышли за пределы ВКонтакте и охватили всех, кого хотели. Ну или почти всех. Собрали кучу просмотров роликов на YouTube. Группа Клиросил не слава подросла. Ну и у вас, наверное, вопрос. Зачем мне это все? Да просто так захотелось рассказать. Ну это победитель, собственно, этой истории. Победитель Академии Видеоблогинга. Все. Не буду показывать PS. Засим все. Я закончил. Спасибо вам за внимание. Победитель Академии Видеоблогинга.